Так, книга пророка Иеремии. Было время всем ознакомиться с этой книгой, я надеюсь. И, собственно, как все книги пророков, они представляют определенную сложность для понимания, для чтения. Потому что пророки — это необычные люди. Они говорят очень загадочно, таинственно, говорят образами, символами. И это отражается и на личном характере этих людей. Как правило... Да, как правило. Но с пророком Иеремией особенно был, вернее сказать, конфликт с обществом того времени. Если пророк Исаия сравнительно, я имею в виду Иерусалимский Исаия, так называемый первый Исаия из книги Исаия, было достаточно много поддерживающих его Иерусалима. То, что касается пророка Иеремии, это очень трагическая судьба мертвого человека. Он был из священнического рода, рядом из Иерусалима. Была небольшая деревня, Анафов. Там жили в основном священнослужители. И вот он был из священнической семьи. И первая глава пророка Иеремии нам повествует о призвании Иеремии Бога. Четвертый стих нам говорит. «И было ко мне Слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя». В оригинале говорится «я видел тебя». Пророком для народов поставил тебя. «А я сказал, о Господи Божий, я не умею говорить, ибо я еще молод». Было по преданию пророку в это время 25 лет. «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь. И все, что повелю тебя, тебе скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять себя», сказал Господь. «И простер Господь руку свою, коснулся уст моих, и сказал мне Господь. Вот я вложил слова мои в куста твои». Смотри, я поставил тебя все день над народами и царствами. Это все слушает 25-летний молодой человек. Над народами и царствами. Представляете, какое испытание для человека? Нам наоборот кажется, ну чем выше статус, тем лучше жить, комфортнее жить. А вот здесь говорится о том, что он будет над народами и царствами. И что же он будет делать с этими народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, далее говорит Господь, губить и разрушать, созидать и насаждать. А из всего жития вы помните, чтобы пророк Еремея искоренял что-то и разрушал? Кто помнит? Ну, ничего подобного не было. Не было, правда ведь, ничего. Кроме горшков, который он побил, значит, в долине, тафет, он никакого разрушения не совершал. Помните, да? Да. Когда он по слову Божию вывел за стены Иерусалима старейшин Иерусалимских, взял горшки новые, хорошие горшки, и на глазах у этих старейшин разбил и сказал, так будет с Иерусалимом, с храмом. Вообще, пророк Еремия достаточно образно пророчествует. А вернее сказать, Господь предлагает ему эти образы. То есть, он их не придумывает. Помните? И два сосуда, которые предложил Господь, показать Иерусалимлянам со смоквами. В одном были хорошие смоквы, а в другом плохие смоквы. Вот хорошие смоквы, это те иудеи, которые будут уведены в плен вавилонский. И они будут как раз тем остатком, о котором, помните, говорил в свое время Рок Исаия. Что они-то будут как раз хранителями еврейских, еврейских, религиозных, богооткровенных традиций. А те евреи, которые останутся в этой земле, они подобны гнилым смоквам. Вы знаете, для нас сейчас уже прошло время. Это все было в 600, 600, 600, сейчас скажу, в 627 году. То есть его началось пророческое служение в 627 году, до Рождества Христова. И прошло две с половиной тысячи лет. И все эти смоквы, горшки, для нас, конечно, все не очень неубедительно. Но это для нас. Потому что речь идет не о нас, а речь идет об Иерусалимлянах. А коль идет речь об Иерусалимлянах, и представьте себе, нужно заметить еще очень важную деталь, на каком историческом фоне жил иудейский народ того времени. Был некто царь Иосия, помните, да, такого? Так вот, царь Иосия был положительным царем, да? Да, совершенно верно. И языкия. Так вот, Иосия, он был реформатором, в лучшем смысле этого слова. Латинское слово реформа, ре, приставка, указывающая на, помните, реверс, на возвратное действие, религия, это обратная связь в переводе. И реформа, форма, это, собственно, и есть форма. иудейский народ, так вот, он возвращал Иосия, народ иудейский, к тем формам благочестия, от которых иудейский народ уклонился. То есть, это было время духовного процветания, скажем так, для иудейского народа. А таких дней не очень немного было в истории иудейского народа. Мы об этом знаем. И появляется другой царь, наследник Иосии. А Иосия, нам известно, он был убит в сражении с египетским фараоном. и наследник его стал Иохаз. Не Ахаз, потому что Ахаз это другой персонаж. Он раньше был совершенно верный. Очень и очень тоже такой нехороший человек. Более того, очень знаете, подобострастно общался с ассирийским царем. Старался копировать, подражать во всем. Помните, когда он велел построить внутри Иерусалимского храма жертвенник, подобный ассирийскому жертвеннику? Это был Ахаз. А вот Ахаз это другой царь, и ему недолго пришлось быть в фаворе царской славы в течение трех месяцев. И вследствие определенных интриг он оказался заложником египетского царя. На его место стал сын Иосии второй сын Иосии Иоаким. Так его наименовал египетский царь. И Иоаким тоже был прескверным человеком. Он благополучно, я подчеркиваю, благополучно, несмотря на свое зловерие, царствовал в иудейском народе. И когда началась проповедь пророка Иеремии, она началась во времена царя Иоакима. Это была битва Иеремии и Иоакима. И что характерно для этого сражения? Иеремия, можно сказать, переступил грань невозможного. Он обрушил все свои пророчества против трех, можно сказать, табу, основ иудейского народа. Первое, это монархия. Второе, это предпочтение еврейского народа всем остальным народам. И третье, это Иерусалимский храм. Он восстал против этих трех табу. То есть, никто ранее себе не позволял так смело, открыто заявлять. Вот если мы посмотрим седьмую главу. Так говорит Господь Саваов в третьем стихе, Бог Израиль, исправьте пути ваши. А нужно заметить, что Он говорил этого врата храма Господня. Представьте себя. Пришли евреи поклониться в храм Господь. Это единственный храм евреи. И закончилось богослужение. Он стал вратах храма Господнего, как нам говорит первый стих. И начинает возглашать свое пророчество. Исправьте пути ваши и деяния ваши. И Я оставлю вас жить на семь месяцев. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень. Храм Господень. Повторяет он дважды. Что это за слова? Это не слова, это просто гром и молния для евреев. Евреи считали, пока храм стоит, то будет стоять что? Вообще Иерусалим. Это сердце Иерусалима храм. Это не просто сердце Иерусалима. Это сердце каждого еврея правоверного. Все свое благополучие, все свои мечты о процветании иудейского народа евреи связывали с храмом Господнем. И здесь он говорит, не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень. Он идет против, можно сказать, самой Торы, где возвеличивается, возвышается место священное, храм Божий. Вы помните, сколько сказано в адрес предшественниками пророка Иеремии, в адрес храма Господня, что это великая святыня. И помните, как расписан был чин поклонения и принесения жертв в храме Господнем. И говорит, пока будут приноситься жертвы в храме по уставу, который я заповедовал вам и детям вашим, то будет все хорошо, будет процветание для евреев. И вот эти 11 лет царя Иакима это время мира нужно заметить. Все хорошо. Богатые накапливают богатство, крестьяне обрабатывают землю, царь Иаким все больше и больше расстраивает свой дворец и обшивает его кедровым деревом, простите, кедра, да, кедра ливанским, да, совершенно верно. Драгоценное дерево для того времени. Помните, как скажет однажды Иеремия Иаким, ты думаешь, что себя украсил кедровым деревом, живешь в царских палатах и называешь себя сыном Давидовым, поэтому ты будешь процветать и благоденствовать вечно. Нет. Нет у тебя духа царя Давида, он осуждает его, он обрушивает всю критику осуждения в адрес царя Иакима. И можно себе представить, что те люди, которые жили в то время, слышат такие слова, когда все хорошо, именно все хорошо нужно подчеркнуть. Вот когда сейчас говорят, вот Россия возродится, все будет прекрасно, если сейчас сказать, да все это рухнет и ничего не останется камня на камне. Что сделают националисты, патриоты, радикальные ультра и так далее, что они сделают с этим человеком? Просто растерзают, понимаете? Именно во время благоденствия, да, он вассальный царь Иаким, вассальный я имею ввиду египетского фараона, и он только платит дань. для египетского царя. Фараон не вмешивается в дела иудейского царя, и поэтому он благоденствует, он живет, так как он, вернее, управляет государством, так как он считает нужным управлять этим государством. Более того, он говорит пророчество о том, что ковчег, вы даже не вспомните о ковчеге, помните о ковчеге завета. Это уже в другой главе. Затем он продолжает в пятом стихе. я объясню сейчас почему и что, почему он говорил эти слова. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты, вдовы, и проливать невинной крови на месте семь, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте семь на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Здесь он говорит о неком равенстве евреев с другими народами, с чужестранцами. Это, понимаете, критика, которая просто режет, полосует буквально евреев. Они не хотят слышать, ну как это так, мы же единственный народ, носитель бога откровенных истин, а все остальные язычники, хотя по своей жизни евреи были собственно язычниками. Есть в Греции такое выражение христианина колеса, колясочники такие себе, вот эти христианина колеса, это те, которые приезжают трижды в храм, первый раз их на коляске привозят для того, чтобы крестить, второй раз свадебный кортедж на колесах подвозят для того, чтобы обвенчать, а третий раз вот, поэтому христиане на колесах. Так вот, что происходило у евреев в том время? Было иудейство на колесах, то есть для них храм он был неким фетишом и все обряды, которые они совершали в этом храме, для них это было полным магизмом, потому что они насмотрелись этих языческих жертвоприношений, они все это видели, это не просто видели, они сами приносили, понимаете, на соседней горе жертвы иным богам, идолам. Как Еремий говорит, да ты иерусалимская дочь блудодействовала с камнем и деревом. Помните такие слова? Он даже не говорит, что это боги. Конечно, он говорит о том, что богами называют, понятное дело, не имея в виду, что это боги, но с маленькой буквы это, но он иногда говорит просто вот, с камнем и дерево. Почему? Что такое камень и дерево в данном случае? Это идолы, идолы, которые были сделаны из этих материалов. Сколько раз он называет Иерусалим блудницей, неверной женой. Кто читал ранее песни песней, помните, там очень такая возвышенная красивая поэзия, как бы немножко нестандартная с точки зрения Ветхого Завета, потому что в образах брачущихся жениха и невесты описывается отношение бога и его церкви. любовь это то, что связывает верность Бога и народ Бога избранный. Если этого нет, то можно описать только в образе действительно женщины, блудницы и неверной жены. и все то, что было в еврейском народе связано с богооткровенной религией, оно превратилось в формализм полнейшим. То есть, там не было уже никакой духовности. Все стало абсолютным магизмом неформальностью. Ты же, говорит Господь Иеремия, не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, не ходатайся предо мной, ибо я не услышу тебя. Даже такие слова говорит Господь. Это как бы до какой степени Бог был как бы доведен, скажем так, но мы же понимаем, что Священное Писание описывает все то, что есть в этих текстах на языке антропоморфизма, то есть человекообразных форм. Конечно, Бога невозможно или разгневать, привести в какое-то вот такое состояние, но здесь для того, чтобы было понятно, даже не проси и не ходатайства, ибо я все равно не услышал. Не видишь, что они делают в городах Иудеи. Затем пророки Иеремия все это попирает, все это разрушает. Он оставляет еврея без ничего. Он разрушает все его мечты, все его надежды, и он говорит, все то, что вы, на все, что вы надеетесь, это все мечта. И кто усиливал эти заблуждения в еврейском народе на то время, вы не помните? Так называемые пророки. Помните лжепророки, которых было великое множество на то время в еврейском народе. Когда Яким царствовал, он был сторонником фараона. А почему сторонником фараона? А потому что фараон ему давал все эти блага для того, чтобы он мог деспотично управлять своим народом. Он же, помните, можно сказать, драл с народа три шкуры, потому что ему нужно было украшать свои дворцы, и там говорится о том, что он непосильными налогами облагал простой народ. Ну, народы это устраивало на фоне других царей вообще, которые были. Самуил пророк же предупреждал, что будет, когда вы поставите над собой царя. Помните в первой книге царства? Не-не, мы хотим только царя, как прочие народы. Поэтому они жили, как прочие народы. Ничего удивительного, было попрано все. Так вот, однажды, а, Господь через пророка Иеремию постоянно говорил о том, что придет вавилонский царь. Он в неких образах описывает, что котел, на кипящий котел, вот, ветер с севера. То есть, страсти, которые разыгрывались в Иудее, это котел кипящий, вот, а ветер с севера, который, значит, разжигал эти страсти, это, конечно, с севера Халдеев пришли, так называемые вавилоняне, которые пришли на смену, это ново-вавилонское царство, пришедшее на смену ассирийскому царству, потому что до ассирийцев были вавилонские царства уже, но это так называемая эпоха нового вавилонского царства, после ассирия. Значит, что же говорит нам пророк Еремия? Говорит о том, что а как образно он говорил, однажды он пришел с деревянным ярмом на шее, помните, да, это, правда, уже было при царе Сидекии. Сидекии это последний царь, совершенно бездарная личность, которая не имела никаких даже надежд на то, чтобы управлять государством, вообще случайно он стал царем, и потому, что Иехания, его племянник, был взят в плен, когда первый раз вавилонский царь пришел захватить Иерусалим, и Иехания сдался 18-летний отрок, который занял место своего отца Иакима, и он был уведен в заложники, и с ним были уведены, было венескость уведено множество интеллигенции, если так можно выразиться, то есть лучших людей Иерусалима того времени. Это как раз вот те смоквы, которые хорошие, они были уведены вместе с Иехонией. И вот Иехония, он, как нам говорит последняя глава пророка Иеремии, что в конце он получил благоволение со стороны вавилонского царя, и он был выведен к столу царя вавилонского царя, и пользовался всеми милостями, щедротами, благоволением вавилонского царя. А вот Сидекия, вообще никаких надежд не было, что он может когда-либо быть царем, но его поставил вавилонский царь, правда еще в качестве царя, потому что уже следующий глава иудейского народа Гадолия, помните, да, он будет всего лишь наместником, то есть он уже без титула царя будет только наместником вавилонского царя. Значит так, однажды он приходит с этим деревянным ярмом к политической элите Иерусалима и говорит о том, что вы с таким ярмом уйдете вавилон. Бог покорит вавилону и мавитяна и эдомлен всех. Нужно заметить, что Господь велел Иеремии отправить гонцов к этим царям с такими же предметами, с ярмом на шее. Но некто пророк, лже-пророк Анания, помните, он сказал, что мне Господь открыл, что через два года свергну вавилонское иго, снял с него это деревянное ярмо и разбил. Конечно, пророк Иеремия произносит необычные слова, да будет по слову как бы твоему говорить. Он, конечно, не хотел, чтобы иудейский народ страдал, тот же Иеремия, но правда, реальность была совершенно другой. На 70 лет было открыто, будет уведен в плен иудейский народ. И наказан был смертью Анания лжепророк и сказал, что вместо деревянного ярма вы получите железный ярм. Конечно, это все производило на простодушных иудеев двоякое впечатление, а именно простодушный, потому что Сидеки у последнего царя окружали собственно фанатики, патриоты, националисты, то есть практически цвет нации, цвета нации на то время в Иерусалиме уже не было. Все они были в Вавилонской стране. И они очень эмоционально восприняли, бросили Еремею и не единожды бросали, помните, в яму пересохший колодец, который был наполнен грязью для того, чтобы он там умирал без пищи. но его сторонник спас ходатайся перед царем, в результате он был освобожден, но опять-таки он постоянно находился в пузах, то есть он постоянно был преследуем пророк Еремия. Это действительно был великий страдалец. Мне потрясают слова в книге Еремии 8 глава 18 стих Когда утешусь я в горести моей, сердце мое изныло во мне. Вы можете проследить именно там интересный момент. Еремия 8 глава 18 стих Обнаружили? Нет. Так вот вы видите, когда я утешусь в горести моей, сердце мое изныло во мне, видите, мое моей и мне с маленькой буквы написано. Что-что? Вот. Так, слушайте, да. И третья страфа Вот слышу вопль щери народа моего уже с большой буквы. Понимаете, почему так сложно воспринимать такие тексты? А по той причине, что настолько пророк, в частности, именно пророк Еремия, был... Вы помните, когда Иоанн Креститель, к Иоанну Крестителю, бене сказать, пришли от первого священника спросить, кто ты? Он говорит, я голос вопиющего в пустыне. Он как бы перестал существовать. Нет, он осознавал в себе личность, он понимал, что он Иоанн, сын Захария. Но при этом в нем настолько было переполнено все Божье, что он ничего о себе другого сказать не мог. Он сказал, я только голос. Вопиющего пустыня, никто вопиял в пустыне, в пустыне, Христос постился. И вот когда он говорит, пророк Еремия, это очень часто встречается в других текстах этой же книги. Он говорит от себя и сразу же в нем говорит уже Бог, понимаете, вот настолько, вот это было настолько единое целое, несмотря на то, что он говорит в некоторых случаях, пусть будет проклят тот день, когда меня мать на свет родила, лучше бы я остался в утробе материнской. Потому что всех людей, которых он любил, я имею ввиду своих же соплеменников, он переживал. Вы знаете, человек, который может видеть прошедшее, настоящее будущее одновременно, в отличие от обычного человека, который пашет землю, или где-нибудь там развлекается во дворцах, он видел все. В нем, как в кипящем котле, все это, понимаете, он видел людей с их судьбами. Вот перед ним стоял человек обычный, и он уже видел, что с ним будет. Он как будто, понимаете, в цветном кино все это просматривал. Что в нем происходило? Он говорит, Господи, так кто ж я такой? Что ж ты меня увлекаешь в эту глубину своей божественной жизни? Что ты мне поручаешь? Я не могу с этим справиться. лучше бы я умер. Ты ж на меня такой тяжелый крест возложил. Но мои сестры тоже плакали. Плакал, конечно. И плакал именно любя свой народ, несмотря на то, что этот народ бесконечно его осуждал, проклинал, можно сказать. Зачем ты вывел нас из египетской страны? О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез, як плакал бы день и ночь о поражениях черри и народа моего? Продолжает далее говорить пророк. Смотрю, и вот кормил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Нет, еще ничего не разрушено, но он уже видит все разрушенное. Он уже видит, как все разрушается, как черепки от горшков. Он видит, как гниет Иерусалим, ли не те, которые останутся в Иерусалиме, как гнилые смоквые. Все это переживает Еремьев в одной человеческой душе. И вот помните, говорил Господь, что ты будешь разрушать в первой главе. Он разрушал эти мифы, которыми была переполнена голова, он разрушал ту ложь, которой была переполнена душа еврея того времени. Он все это разрушал. Он не разрушал города, он не разрушал чужого человеческого счастья, он просто разрушал заблуждения, ложь разрушал и уничтожал то, что не должно быть в душах его соплеменников. конечно. Так, сейчас посмотрим, сколько времени, чтобы у вас были еще вопросы. Так, ну, мы говорили, так, еще, может быть, я продолжу кое-что о нем. Пророк Еремия это тот пророк, в отличие от пророка Исаии и ряда других малых пророков, которые уже пророчествовали до него, он увидел, как сбывается его пророчество. Пророк Исаия пророчествовал о пленении задолго до пленения. Он сам лично не видел этого премия. А вот пророк Еремия вынужден был переживать накаты того ужаса и страха, который он вылил в своем плаче Еремии. Помните книгу «Плач Еремия», которая следует за книгой пророческой Еремии, где он говорит, что в таком красивом образе руки матерей, ласковые руки, не помню сейчас точно, хотя можно обратить внимание, чтобы понять именно все страдания. В четвертой главе «Плач Еремии» десятый изких «Руки мягкосердных женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели чели народа моего». Когда уже Седекия царствовал и когда им управляли князьки, вот эти шарлатаны, которые пророки, имеется ввиду, и другие патриоты, радикальные патриоты того времени управляли Седеки, он был безвольным абсолютным существом. И они находились в заточении, потому что около восьми месяцев держал Иерусалим при Седекии оборону Иерусалима, и они голодали Иерусалимляне и варили своих собственных детей управлять. Понимаете? Поедали кал своих детей и вообще свои испражнения. Это было страшно, что-то варилось. И вот можете себе представить, что все то, о чем он пророчествовал, то, что он оплакивал, он чувствовал, как это постепенно подходит. И он будет это все видеть. Он будет видеть этих... Он видит мать, которая обычная мать сейчас ласкает свое дитё. Он знал, что она же будет его варить у себя где-то там в котелке. Как тяжело было. Поэтому он и говорил, что этот день страшный, когда родила меня мать. Но с другой стороны, он же и говорит, я молчать не могу, потому что огонь, тот, который ты не спасла в мое человеческое существо, он обжигает все мое существо. Я молчать не могу, я должен говорить. И он говорил, что покоритесь вавилонскому царю, не воюйте с ним, не идите на союз с египтянами, покоритесь. Всего лишь, что нужно было сделать. Но настолько была сильна партия египетских поклонников в Иерусалиме, что Сидекия, в частности, ничего не мог сделать. И помните, однажды он разговаривал с Иеремией о том, что говорит Ягве, что он говорит о судьбе Иерусалима, как бы переспрашивал, как будто он никогда не слышал, что он говорил. Но говорит, ну сдайся, и ты получишь спасение. Но он не сдался, он просто бежал с Иерусалима тайным ходом со стороны сада, и в результате он попал в руки как изменник, и на его глазах были казнены его сыновья, и затем он сам был ослеплен и уведен в Вавилон, и там в скорости скончался. Батюшка, но он уже не запретил слушать все эти пророчества и сжег все, что ему дал Иеремия, что написал. Нет, это не Сидеки и Ашок, а Яким. А что было, если бы они писали в Вавилон? А, ничего. Дело в том, что они не хотели уничтожать их, в смысле Вавилоняне. Конечно, понимаете, ведь дело в том, что цари, которые покоряют другие народы, они не заинтересованы, понимаете, покорных, подданных своих, уничтожать, никто не заинтересован. Они заинтересованы в том, чтобы там все процветало, потому что процветание его подданных, это процветание и его, собственно, царского двора, его империи. Все, понимаете, до последнего, так сказать, было настроено на то, чтобы был мир. Но, к сожалению, вот эти интриги, которые постоянно, вот эти страсти, как в котле горели внутри Иерусалима, в результате сбивали с толку этих царей, последних царей иерусалимских. В Иерусалиме было уведено ответить очень мало евреев, 800 человек, 2000, это даже выкапливались на виде этих миллионов всех, которые... Нет, дважды, дважды уводили в плен. В начале VII века и уже второй был плен в 598 год. Переселения народа не было. Не, ну почему не было? Они интересны. Вообще, как бы, самых влиятельных людей переселили, всех в Абилон. А работников все равно всех в Абилон. А работников, да, их оставили, но многие, конечно, просто подались в бега, а потом, когда Гадолия был поставлен уже, то некто Измаил, который бежал с Сидекией, но он сбежал и оставил Сидекию, и его схватили в Абилоне и убили, как я уже говорил вам. А он скрывался все это время, но когда был поставлен Гадолия, то он вернулся со своими солдатами и убил Гадолию. Гадолия был хороший человек, он принимал все пророчества Иеремии, вот, и вот такое было совершено, значит, жестокое убийство этими фанатиками. То есть, много скрывалось, но когда они совершили это страшное убийство наместника Вавилонского царя, конечно же, Вавилонский царь не мог оставить без наказания. И он отправил карательную экспедицию в Иерусалим. Они, узнав о том, что идет карательная экспедиция, они А, вот еще важная деталь. Иеремия сказал, что не будет никакого наказания, не бойтесь, оставайтесь. Но интриги плелись и далее, нет, нужно уходить в Египет, спасаться в Египет. И они ушли в Египет убийцы, ну, не только убийцы, а все те, кто, так сказать, поддержал этих убийц, Гадолия, и насильно увели с собой варуха ученика, который записывал все пророчества Иеремии, и самого Иеремии. И там они поселились на границе Египта и иудейской земли. И они выполняли повинность у египетского царя пограничников. То есть, они жили там на границе в городе, сейчас точно не помню. Так вот, после этого осталось совсем мало иудеев, то есть, это иудеи, которые были обычными крестьянами, простыми, их очень незначительное количество осталось. Вот, это, собственно, то, что произошло. Иеремия отправлял свои послания и через Варуха, и через другого наместника в Иерусалиме Вавилон пленным евреям свои увещевания, утешительные речи о том, что они вернутся в землю обетованную. Тринее сказать, они не вернутся, вернутся и к детям. Об этом было тоже сказано, что, помните, не плачьте о мертвых, плачьте лучше о живых, те, которые не смогут вернуться в Иерусалим. Было сказано пророками Иеремии. Они старались жить благочестиво. Помните, священник Эстера в результате появляется у нас на историческом фоне, который становится отцом иудаизма. Они начинают перечитывать священные книги, изучать их тщательным образом. То есть, начинается такое вот возрождение иудаизма. Не сказать, иудаизм появляется как таковой. Именно в своей оформленности, которую он был до пришествия в мир Христа. То есть, иудаизм это религия, скажем так, синагоги, а не храма. Вы помните, да? Значит, что дальше можно сказать? В частности, пророк Иезекииль был молодым священником, уведенным в Вавилон. И пророк Иеремия тоже полагал надежду на то, что там будет кому окорблять духовно евреев, плененных евреев в Вавилонии. Вообще, конечно, нужно нам обязательно будет пройти книгу пророка Иезекииля. Это очень такая тоже сильная книга великого пророка. Потому что остальные, так называемые, малые пророки, уже дальше пройдут. Нужно будет обязательно нам пройти ее. Ну, давайте, может быть, тогда вопросы еще какие-то. Батюшка, вот несколько раз Господь говорит, что я накажу ту землю, где вот будут они после того, как они вернутся, себе выграли, я накажу ту землю, и оставлю ее пустыней, что там не пройдет Сын Человеческий. Это о чем она говорится? Понимаете, хотя с другой стороны было сказано о том, что он чуть ли не слуга Божий, я имею в виду Навуходоносор II, вот, который пленил иудеев в 598 году. Понимаете? Конечно, чем Навуходоносор II, это такая личность удивительная тем, что в отличие от ассирийских царей, которых было манией величия, они там пытались всячески себя возвеличить, показать, воспевали себя на всех рельефах и так далее, что вот они такие самые сильные, самые божественные цари. Навуходоносор был, скажем так, очень издержан на фоне всех, на всех. То есть, об этом нам повествует вавилонская клинопись, даже священное писание, с одной стороны. с другой стороны, понятное дело, что они были всеязычниками, то есть, они блудили с деревами камнями, понимаете? И потом, события, которые происходили в Вавилоне за эти 70 лет, они были очень тоже контрастны по отношению к евреям. Достаточно вспомнить книгу Исфири. Вы читали, да, книгу Исфири? Мы ее просто не проходили, но вы ее читали. И помните, что хотели сделать с иудеями? Уничтожить, вырезать поголовно всех иудеев. Но, с другой стороны, они все-таки пользовались и расположением вавилонских царях. То есть, там было все. И поэтому за те грехи, которые были совершены против богоизбранного народа, именно против благочестивых иудеев следовало наказание этому вавилонскому царству. А с другой стороны, были определенные и благословения Божие за то, что они хорошо приняли иудейский народ. Я имею в виду у себя вавилония. Так что, здесь как бы нельзя описывать, понимаете, достаточно продолжительное время упрощенными какими-то категориями. Вот у нас 70 лет был советского плена, да? Но нельзя же сказать, что, понимаете, все было одинаково. Начиная от Ленина и заканчивая Горбачевым. Вот все же было по-разному. Понимаете? Были разные времена. конечно, такого, понимаете, кровожадного Сталина или там того же Крущева, которым гонитель был веры. Нельзя как бы сравнить все-таки с Брежневым, правда? Ведь все-таки Брежнев, так сказать, это было время, так сказать. Вот. Вот. Сказывается, вот сейчас подумайте, вот когда, понимаете, я обратил внимание, как только начинаешь говорить о каких-то очень знакомых, понимаете, персонажах, сразу начинают появляться улыбки, понимаете? Вот сразу все понятно, о чем идет речь. Вот представьте себе, вот, понимаете, я говорю о каких-то Смокумах, понимаете? Некоторые, может быть, вообще не знают, что такое Смокумах. Это же Инжир. И как она, ну это правильно, это Инжир. Вот. Вот видите, вы меня переспрашиваете. Вот вы не совсем уверены. Понимаете? Потом взять эти горшки, которые глиняные, может быть, в руках некоторые не держали этих горшков. И вот эти образы, потом еще какое-то ярмо деревянное, там железное. Нет, все это вы знаете. Но Катерина Трофимовна, понимаете, вам просто посчастливилось жить, так сказать, при многих, вот, понимаете? Вы все видели, все знаете. А многие, понимаете, не видели, или не знают. И, конечно, когда идет речь о чем-то очень понятном, понимаете, это очень впечатляет. Почему нас не впечатляют эти образы, которые были тогда? А потому что, вы понимаете, это для нас образы. Понимаете? вот если бы вот что-то такое вот взяли с нашего дома, вот представьте себе, приходит к вам пророк Иеремия в дом, вы ему начинаете показывать, слушайте, вот посмотрите, вот эта ваза, вот она была подарена там мне, моей любимой свекровью, понимаете? Вы там с нее пыль стираете, вот все. А пророк Иеремия берет эту вазу и говорит, вот сейчас ты увидишь, как полетят с нее осколки. Так вот, такое будет с твоей семьей через 10 лет. Что вы, так сказать, ответите этому пророк Иеремию? Несмотря на то, что он пророк Иеремия. Понимаете? Это вот это не по-нашу. Да. Патюшка, ну вот он же говорит, что так, да, ни один человек не будет там жить и сын человеческий не будет останавливаться. Сын человеческий это Господь или кто? Вот мне это вот... Нет, нет, в данном случае нет. Вот здесь несколько раз говорится, сын человеческий, сын человеческий. Нет, 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 нет. Сын человеческий здесь в данном случае очень хороший образ. Когда идет речь именно здесь о сыне человеческом, то идет речь вообще просто о человеке. Но, когда идет речь о сыне человеческом на страницах Нового Завета, оно там по-другому. То, понимаете, не то, что по-другому, а именно, понимаете, вот это как смирил себя Господь, назвавшись сыном человеческим. Понимаете? Ну, здесь маленький вопрос, это и другое. То есть, понимаете, вот о чем идет речь. А в 31 главе, 22 стих. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа. Мальчу, да, да. Нет, это не, значит, о дереве. Мальчу. Здесь, понимаете, в контексте я просматривал толкование по этому вопросу. Я тоже поначалу подумал, что это, но нет, это... Здесь вообще с маленькой буквы все. Понимаете, сейчас я... Да, все правильно. Жена спасет мужа. Мы знаем это из страниц книги «Бытия». О том, что семя жены... Понимаете? Семя жены. Да, другое. Вот. Секундочку. Значит, мы сейчас должны прочитать просто вот именно контекст, почему именно это не об этом. Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Господь, возвращайся, дева Израилева, возвращайся в сии города твои. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Вы слышите слово «отпадшая дочь»? Дева Мария – это отпадшая дочь? Понимаете? «Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа». Понимаете? Дальше. Так говорит Господь, Бог Израилев. «Впредь, когда я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово. Да благословит тебе Господь жилище правды, гора святая. И поселится на ней Иуда все города его месте, земледельцы, ходящие со стадами. Ибо я напою душу, утомлю, насыщу всякую душу скорбящую». При этом я пробудился. Понимаете, здесь толкование такое, что нечто слабое спасет сильное. Там много, даже в частности книги Еремии, об этом идет речь. Пророк Еремия говорит, что вы не надейтесь, если даже сейчас неегиптене разобьют Вавилонию и останутся только там коллеги какие-то хромые, то не надейтесь, что они не возьмут вас в плед. Встанут самые больные и возьмут вас в плед. А в свое время, когда хотел царь Давид взять Иерусалим, то помните, как Иерусалим мне не говорит, а мы поставим инвалидов сейчас вот на стены Иерусалима, они смогут защитить Иерусалим. И вот здесь, понимаете, говорится именно об этом, о том, что жена, то есть слабое начало вообще, вот оно спасет сильное начало. И еще у пророка есть там такие слова, что ты приобретешь сокровище, если из обычного сможешь, в обычном увидеть необычное, сможешь извлечь из этого обычного необычное. Что это значит? Это значит, что вся наша жизнь, она, это цепь, в принципе, каких-то таких очевидных вещей. Вот жена слабее мужчин, естественно. Мы в этом убеждены, мы это прекрасно знаем. Затем идет речь о том, что огонь можно потушить водой, мы тоже об этом знаем. Но вот Иеремия – это пророк. И он не должен смотреть глазами нашего человеческого опыта. Он должен посмотреть и увидеть в обычной цепи земного человеческого бывания прозреть нечто необычное. И он об этом постоянно и говорит. Когда все считали, что мир и благоденствие, и об этом говорится о последних временах, когда все будут говорить, что мир, все благоденствие, вот тогда и начнется все, понимаете? Все беды. Пророки, они способны видеть подлинную суть вещей, а не только вот эту маскировку. А вот так, человек, если они ему не верили, значит, они его пророков не считали? Не, ну нельзя сказать, что все ему не верили. Были у него и сторонники, понимаете, которые понимали, но большинство не верили ему. Большинство, ведь помните, то его привязали к колоде, как к позорному столбу, и, соответственно, все шли, там плевали в него. Потом его дважды опускали в колодец, понимаете? В плену затем. Потом просто он был под домашним арестом. Когда он посылал Варуха, чтобы он прочитал послание, он сам не мог выйти. И когда Иаким, царь, читал, помните, каждый клочок прочитанным, он бросал в жару в него, потому что было холодное время, вот, и он как будто подбрасывал. Единственное, что может пригодиться это послание, так это только, значит, создать мне комфорт здесь. А что дальше? Он не верил, что он не верил. Что-что? Значит, он не верил, что... Он не верил, Иаким не верил, что это пророчество. Чуть-чуть. Основная масса, то ведь не верила, батюшка, и в вами не верили священники, они, говорит, не верили ему. Но опять-таки, священник Иезекииль не мог не верить, понимаете? Который в результате становится пророком. То есть нельзя, понимаете, самое главное, чтобы у нас не было вот этой, понимаете, такой формулы, которая очень часто использовалась в те далекие ностальгические советские времена. Помните, по радио звучит такая, так сказать, обычная фраза по многочисленным просьбам труящихся. Имейте в виду и по вашим просьбам, и по вашим, Екатерина Трофимовна. То есть по всем просьбам, значит, звучит там, понимаете, что-то. Или по многочисленным просьбам трудящихся передается храм под спортзал. Ну вот даже в Плаче не говорится, все это из-за грехи уже пророков. Так, это подождите, какая глава? В Плаче Иеремееве 4 глава и 13 стихи, все это из-за грехи пророков. Правильно, и священников там указывают. Но я же еще раз хочу подчеркнуть, Иезекииль это тот священник, который же и пророк ушел вместе в авидонский плед. А Иезекииль это величайший пророк. Причем это необычный пророк. Увидите, какие пророчества, о чем будут пророчества. Четвертая глава, ну да, это все. Батюшка, а глава 17, это первый стих, там грех Иуды написан железным резцом. Какого лета умерли? 17 глава, так, грех Иуды написан железным резцом, алмазным оскрием, на чертом наскрижали сердце их и на рогах жертвенникой. Как о сыновьях, собственно, это не о жертвенниках. Какой грех Иуды? Имеется в виду не Иуды, самого Иуды, от которого пошло племя и вне колена иудеев. А имеется в виду народа иудейского. Здесь идет речь об идолопоклонстве. То есть, причем подчеркивается их железным резцом и алмазным оскрием. То есть это, а что, где написано? На скрижали сердце и на рогах жертвенников их. То есть, имейте в виду, что сам храм, против чего и говорил пророк Иеремия, он осквернен этим грехом, понимаете? То есть, не в том смысле, что было написано там, понимаете, текст был написан какой-то. Нет, не об этом. Просто о том, что все осквернено. Настолько все пропитано этим грехом. Еще чуть-чуть. Начиная с главы 3, там далее-далее. Дочь Израиля и сестра иудеев. Мужи иуды и их жители Иерусалима. Это как? Это, простите, еще раз какой стих? Ну, глава 3, стих 6. Так. Дочь Израиля и сестры иудеев. Господь, значит так, дочь Израиля и иудеи, понимаете, здесь повествуется именно об израильтянах, о том, что они уже были наказаны. И сейчас идет речь о том, что будут наказаны иудеи. То есть, это персонализируется по дочери, имейте в виду, весь, все израильское царство. Мы же знаем о том, что было разделено совершенно северное, это израильское, и южное, это иудейское царство. И вот человек, что? Два колена, южное и десять было в северное. Верно, верно. Тогда глава 12, глава 9, между Иерусалимом и Иерусалимом... Нет, давайте мы так будем, все-таки я нахожу это место, и вы говорите, 9 глава, что дальше? «И сказал мне Господь...» Какой стих, простите, 9 глава? «И сказал мне Господь, есть закон между иудами и иудами...» 13 стих, да? «И я сказал Господь, за то, что они оставили закон мой, который я поставил для них, и не слушали глаза моего, и не поступали по нему». Нет, тут все понятно, не понял. 23-й. А, 23-й. Так говорит Господь, да не хвалится мудрость, мудростью своей нет. Это что-то не... «Нельзя поймать, уважаемые иуды, и жители и Иерусалима». Нет, простите, я что-то не могу, стих найти. Вы не знаете стиха, да? 20 какой? Глава 9, но есть глава 12. А, 12-я глава, секундочку, 12-я глава, смотрим. «Когда города иуды, и жители и Иерусалима». У меня очень удачный текст, и я не нахожу, понимаете? Вот в 12-й главе... «Мудрость иуды, и жители Иерусалима», а так что разные, реально. А, глава иуды, и Иерусалима, да? Да. Ну, дело в том, что... Понимаете, вообще иерусалимление, вот можете себе представить. Вот она, Россия-матушка. И есть такой город очень интересный в России, он называется Москва. И сложно сказать, что москвичи себя отождествляют с русскими до конца. Понимаете? Ну, мы москвичи. Вот Иерусалимление – это то же самое, что москвичи в России, понимаете? Знаете, как-то один пошутил француз на тему Парижа. Он говорит, знаете, сколько, значит... А, кто живет в Париже? Первая часть, говорит, это евреи, а вторая часть – это их дети. Понимаете? Так вот, в Иерусалиме жили, понимаете, такие евреи, которые вообще считали себя элитой. Они считали вообще, ну, все остальные иудеи, это, понимаете, они того не стоят, чтобы называться даже иудеями. Они очень гордо себя считали. Поэтому отдельно, часто, вы даже в Новом Завете будете встречать. Вот, Иерусалим, и вся там иудея и так далее. Это очень, понимаете, они, а не элита. В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Вообще, здесь идет речь о Новом Завете. Вот вы дальше, вот видите, 31 стих, где употребляется впервые, ну, я как бы не уверен, но, по-моему, единственный вообще раз в Ветхом Завете такое словосочетание, как Новый Завет. То есть, ранее не было? Новый Завет. Значит, Новый Завет, ну как, Новый Завет здесь пророк Иеремия пророчествует о каком-то Новом Завете. Так вот, этот Новый Завет, мы читаем, здесь немного стихов, до 34 стиха. 31 глава, мы читаем, с 29 стиха. В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. То есть, во дни Нового Завета имеется в виду. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах оскомина будет. Помните о том, что Господь наказывает детей до 3-4 колена за грех родителей, сказанное в Ветхом Завете. Но благословляет Господь до 34-го. До 34-го. Да, 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 совершенно верно, да. То есть, этим Господь подчеркивает, что, да, если Он даже и наказывает детей в некоторых случаях за грех родительских, то Он же дает и сравнение, как Он благословляет тех детей, кто, что, за благочестие родителей. За тысячи. Да, то есть, понимаете, как бы вот бесконечно благословляет этих детей. И если кому-то кажется несправедливым, то здесь нужно просто сравнить, увидеть. Что больше Бог? Бог больше детей благословляет за благочестие родителей или все-таки больше наказывает за грех родителей? Наказывает меньше, а благословляет больше. Так вот, в Новый Завет этого не будет. Каждый будет страдать только от своего кислого винограда, то есть от своих грехов. Не будут наказаны дети за грех своих родителей. И если говорят за грехи родителей, вы знаете, дело в том, что нельзя так однозначно ответить на этот вопрос. Почему? Что такое грех родительский? Грех родительский, это понятно, что это такое. Грех родительский. Но, понимаете, если и наказывается детям за грехи родительские, то наказывается не в том смысле, что Господь карает детей за то, что совершили дети. Родители, 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 нет. О, простите, за то, что совершили родители. Нет. А он наказывает детей для того, чтобы только вразумить родителей. Вы понимаете? Это только с педагогической точки зрения. Если у родителя толстая кожа, и он не чувствует, Господь ему послал болезнь. Человечек, вразумись, остановись в своем грехопадении. Он ничего не чувствует. Понимаете? И дальше продолжает грешить. То тогда Господь начинает на те болевые точки нажимать, которым привязан этот грешник. Он видит, что привязан человек своим детям. Он тогда начинает посылать какое-то страдание детям для того, чтобы начали останавливаться родители. Как правило, начинает, о, вот Господь наказывает. Не потому, что, понимаете, вот, ага, вот так вот, понимаете, я просто накараю. Нет. Это нужно выбросить эту мысль. То есть это, как бы, знаете, это не карма, скажем, такая, понимаете, что вот, ага, раз сделали плохо родители, значит, обязательно вот это, понимаете, будет падать домокловым мечом на голову детей. Нет. Только в некоторых случаях Господь наказывает для того, чтобы вразумить родителей. Понимаете вот эту мысль? А благословение остается. Что-что? А благословение остается. А благословение разумеется. И, конечно же, в Новом Завете, на то он и Новый Завет, что должно что-то быть по-другому. И вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды, Новый Завет. Но нам известно, что все евреи, которые где-то там по Вавилонской, Халдейской земле, бродили все это время, начиная с тысячи... Ах, говорю с тысячи, Господи, боже мой. Семьсот там какого-то... Когда у нас был плен Израиля? В семьсот двадцать втором году пленили Израиль. А пленили уже окончательно Иудею в пятьсот восемьдесят седьмом году. Пятьсот восемьдесят восьмой, восемьдесят седьмой, ну, конечно, достаточно сложно установить там точно, но... Так вот, все они уже вернутся как один народ. То есть уходили в плен вначале израилетяне-вассирийские, затем вавилонские иудеи, но вернутся все как один народ. Вот. Я заключу с домом Израиля, с домом Иуды, новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вынести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израиля, и после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их. Да. Понимаете, во внутренность их, на скрижалях сердца. Не на каменных скрижалях, нечто внешнее, которое хранится в ковчеге Завета, за, понимаете, пеленами. Помните, там попасть было возможно для рядового еврея в святая святых, да невозможно там было попасть. Даже первосвященник, я не говорю священнику, первосвященник один раз в год только мог войти. И это не значит, что он открывал ковчег Завета и смотрел на эти скрижали. Так вот, если Ветхий Завет, это был очень юридический Завет, то здесь идет речь о том, что Господь будет сам каким-то образом давать во внутренность закон. А что такое, каким образом мы будем получать во внутренность причастие святой? Понимаете? Но об этом Господь не мог говорить. Он даже когда пришел и сам говорил, уже проповедовал Иисус Христос. И помните, когда Он говорил о хлебе, который шедлый с небес? И что даже те, которые ходили за Ним, они сказали, ну как это может быть вообще? Как это можно, значит, кушать, значит, этот хлеб? Я хлеб, говорит Господь, еды и мою плоть имеет в себе жизнь, а не еды, точнее, нет. И многие отошли, только апостол Петр с той кучкой двенадцати апостолов остался. Куда наметим Господь? Ты написал, говорит, что Господь на сердцах еврейский свой Новый Завет. Раз отошли. Когда, когда? Ну вот, вот сейчас только лишь прочли, что я напишу на сердцах и вложу во внутренность. Тогда, значит, Господь не написал, тогда раз... Раз не... Именно когда? Еврея не приняли, уже в Новом Завете. А, в Новом Завете, ну конечно, нет. Но те евреи, которые апостолы, они были евреями, понимаете? Так вот, они-то приняли, а другие евреи не приняли, понимаете? Поэтому те, которые приняли, Господь не препятствовал евреям присоединиться именно к Новому Завету. Но они-то хотели, понимаете, быть в предпочтении над всеми народами. А пророк Исаия, помните, пророчествовал о том, что и Иудея, и Халдея будут единым целым, единым народом, будут дороги соединять и так далее, все будут мир находить. В Ветхом Завете когда-нибудь такое было? Никогда такого не было. Шла речь о Новом Завете, о том, что будет, понимаете, единая церковь, которая будет объединять все народы всего мира. Потому что там не будет Эллина, Иудея, обрезанного, необрезанного, там все будут едины во Христе. Так вот, здесь идет речь о том, что на сердцах их напишу, и буду им Богом, они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомину более. Так, еще какие вопросы? Про Соли идет речь, про такое Сион. Что-что? Что такое Сион? Сион? Это Иерусалим. А не Горахтел. Нет, ну дело в том, что гора, ведь понимаете, на холмах стоит Иерусалим. Он на холмах, на трех холмах стоит. Дочка, вот в 32 главе 25 стих. Какой? 25. Поэтому гора Сион это Иерусалим. Вот гора Сион всегда понимается Иерусалим, всегда. Это тождественное понятие. А сионизм, да, да, тоже это? Что-что? Сионизм. Сионизм? Ну, конечно. Это Иерусалим, или нет? Это не просто евреи, понимаете, а именно иерусалимские евреи. Это, понимаете, иерусалимские евреи. Так, дальше. В 32 главе говорится о каком-то поле, 25 стих. А ты, Господи Божий, сказал мне, купи себе поле. А, замечательно. Это очень важный момент. Когда начались все эти баталии, началась истерия, понимаете, среди народа. Потому что те говорят, нужно сдаться Вавилонинам. Другие говорят, нет, нет, нужно искать помощи у египетского фараона. Все это, конечно, было очень и очень сложное время. И вот в это время все продавали землю за бесценок. Но из-за бесценок эту землю никто не хотел покупать. Но что понимали, что должно что-то такое произойти, что это бесполезно. И он идет и покупает эту землю для того, чтобы вселить в народ свой надежду, что эта земля спустя... Он-то пророчится о том, что уйдут в плен. Он не говорил о том, что все будет нормально, пронесет. Ничего не говорил он такого. Он говорит, все будете уйдут. Но имейте в виду, что вернетесь вы сюда спустя 70 лет. И он, как приобретает землю, тем самым хочет подчеркнуть, что действительно вы вернетесь на эту землю. Эта земля ваша. И она никому не будет принадлежать, кроме вас. То есть об этом идет речь. А вот 12 глава, 24 стих, это подочеркнулся по последующим временам. И вот только в ремонтском моменте. Простите, а какой стих? 24 стих. В 12 главе? А в 13. В 13-24. И поэтому развею их как прах, да? Да. Разносимый ветром пустын, и вот живет войка. Вот еще где-то, это уже такое потудное, но с обидами, что кому-то... Это именно предостережение Иуде, то есть иудейскому народу. Что скажет дочь Сиона, когда он посетит тебя? Ты сама приучила их начальство над тобою. Не схватит ли тебя боли, как рождающую женщину? Если скажет сердце тебе, за что постигла меня это? За множество беззаконников, открыт подол у тебя, обнажены пяты, то и может ли эфиоплянин применить кожу свою, а барс пятна свои, так и вы можете ли делать доброе, привыкли делать злое. Это все говорится и усоливлено. То есть это не последовательно без того времени? Нет, нет. Поэтому развею вас за то, чтобы такие вот, понимаете, настолько устойчивые во грехе, вот он даже сравнивает их, понимаете, с теми, кто не может изменить качество свои. Барс не может, понимаете, вместо пятен покрыться белой шубой белого медведя и не может эфиоплянин, негр, он не может, понимаете, убелиться. Точно вы, вы не можете уже добро творить. А Майкл Джексон? Ну вы знаете, это Майкл Джексон. Это исключительный случай. Так, какие еще вопросы? Батюшка, здесь несколько раз употребляют употребляют это слово, что народ отрегущих виски свои. А что это за народы? Почему так Господь относится как отрицательная книга? Знаете, дело в том, что, понимаете, это у нас сейчас, понимаете, стригут виски, потому что человеку так нравится, понимаете? А раньше это был всегда религиозный ритуал. Вот почему, помните, Господь запрещает делать какие-то пометки на теле? Помните, значит, об этом шла речь в книге второзакония, о том, что нельзя нарезы никакие делать на теле. Потому что раньше все это посвящалось какому-то божеству. Вот в частности у индусов они совершают в определенном возрасте определенные пострижения в лаз, обривают виски там и оставляют только какой-то там, скажем, хвостик. Но это религиозный ритуал, понимаете? Это не связано просто, вот индусам нравится такая прическа. Вот может быть, она и нравится им, вот, спустя время. Но имейте в виду о том, что постриг, он посвящался какому-то божеству. И мы, когда крещаем человечка маленького, мы тоже постригаем, постригает царап Божий во имя Отца, аминь, Сына, аминь, Святого Духа, аминь. Это тоже указание на то, что волосы – символ мысли. О том, что эти мысли постригаются, это значит, посвящается мысль Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Вот о чем идет речь. Значит, когда пострижение в монашество, тоже пострижение в лаз. Понимаете? То есть в данном случае волосы, они являются символом, образом мысли. Учитель, если хотел, вернее сказать, если к них приходил к учителю, это в атичные времена, и говорил о том, что он хочет учиться у него, то учитель остригал ему волосы, причем мог остригать по своему произволу, мог одну часть головы остричь, а другую, понимаете, оставить. То есть такой вот себе панк античный. И вот он тем самым хотел подчеркнуть, что твои мысли с этого момента, пока ты в этой школе учишься у меня, твои мысли принадлежат мне. Понимаете, о чем идет речь? Не понимаете? Интересно. 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 Ага, понятно. Да, выяснили. Только сейчас татуаж делают. Что, что, что? Сейчас татуировки делают. Не, ну поскольку мы живем в обществе сукаризированном, то есть когда люди не озадачивают себя какими-то религиозными, философскими проблемами, они просто считают, что это им нравится, да и все. Понимаете? Катюшка, а то украинцы, чук себе только один и трех. Да, и все остальное. Уничтожали, это тоже религиозное. Нет, ну в данном случае... Единственное что-то, наверное. Знаете, я точно не знаю, что с этими оселетцами связано, почему именно вот они их... Вот, им нравилась такая прическа, я точно не могу сейчас сказать. Умощали салом, помните, поели-поели, обязательно, чтобы он блестел, ну так сказать, за ухом, такой вот красивый оселетц. Я точно не знаю. Но тоже какой-то вот не религиозный смысл, а какой-то вот что-то он обозначал для войска казачьего. Не могу точно сказать сейчас. То есть можно спокойно не говорить о том, что это на подсознание, какие-то поклонения каким-то, то есть человек на своем теле, потому что Господь ему дал, Он делает непонятно что-то, татуировку всякую. Нет речи о подсознании, от влиянии на подсознание человека с помощью какой-то татуировки или... Нет, вы знаете, ну как нет, это обязательно. Ведь понимаете, когда у человека не работает сознание, когда у человека не работает сознание? У человека не работает сознание, когда он младенец. То есть, интересно, какая важная деталь. В основе всех наших поступков, как ни странно, но лежат предрассудки. А что такое предрассудок? Предрассудок — это то, что, вот буквально, слово, то, что буквально передрассудка. А что передрассудка? Это сфера неосознанного. Вот если младенец живет, он живет, он впитывает от матери что-то, что-то впитывает от отца, что-то впитывает от окружающей среды. Он не осознает, он не рационализирует, он не объясняет этого. Он просто впитывает. Вот он впитывает, впитывает. Этот процесс называется впитывание с молоком матери. Он впитал, и после того, когда, вне сказать, когда начинается рациональный период его жизни, когда нужно может осознавать, и понимать, и объяснять, то, когда он начинает что-то объяснять, то он уже до этого объяснения стоит на определенных позициях, которые он впитал с молоком матери. Вот это будет, понимаете, впитано с молоком матери, религиозная, религиозная традиция, какая-то культурная, бытовая и так далее. То есть мы не задумываемся над этим вот так особенно. Но вот если подумать, почему я думаю так, почему я, из чего я исхожу, когда я рассуждаю на тему чего-то? А потому что я получил в детстве именно то, что я получил. И на основании этого я рассуждаю о чем-то. Русский он будет рассуждать не так, как японец, правда ведь? Потому что он впитал совершенно другие вещи. И поэтому во в основе всякой рациональности лежит предрассудок. И любое религиозное действие, которое совершается над младенцем, оно обязательно повлияет на его подсознание, выражаясь фрейдерским языком. Обрезание на восьмой день, на сороковый день принесения в храм Иерусалимский, когда он видит этот храм, он ничего не понимает, но он это видит, понимаете? Он видит, как приносится жертва, как пахнет жареным мясом в Иерусалимском храме. Все это он чувствует. Почему у Грозного даже такая появилась интересная работа, очень такая перегруженная, массивная работа. Он говорит о религиозности евреев, вообще о жизни евреев, связанной с кровью. Потому что вся их жизнь религиозная, это прежде всего пролитие крови, религиозная жизнь. Это настолько, как бы вот суть, подсознательная суть еврея, что на основании этого он вообще рационализирует все. Вопрос крови, очень понимаете, для еврея имеет много значения, потому что все это впитало. с молоком мать. Вот 31 глава и стих 9 конец. Я отец Израиля. Прости, 31 глава. Какой стих? 9 конец. Я отец Израиля, и Ефрем первенец мой. Как правать от этого? Они пошли со слезами. Так, значит, они пошли со слезами. Нет, нет, в самом конце вы говорите. Я понял. Вы всегда понимаете, просто одну фразу, понимаете, почитаю. Они пошли со слезами, а я поведу их, а я поведу сутью, поведу их близ потока вод, дорогую, которая сплотнется, и отец Израиля. Это идет речь о возвращении. Да. Вот. О возвращении. А Ефрем первенец мой, как это понимать? Кто такой Ефрем тогда? Значит, Ефрем. Это сын Иосифа. Ефрем и Моносия. Помните, да? Сын Иосифа. И между этими сыновьями, значит, колена же Иосифова нет. Вы помните, да, этот момент? Хотя Иосиф, он же брат Иуды, брат... Что, что, что? Совершенно верно. Но своего лично колена, а есть только колено его сыновей, Ефрема. То есть, получается, вот Иосифа два... для Иосифа два колена. Ефрема и Моносии. И Ефремлине, из колена Ефремова был Иисус Новин. И вообще, это израильское колено, когда идет речь о Ефреме, потому что Ефремово колено, оно было на территории Израиля. И поэтому, когда мы говорим израильское царство, то можем сказать тождественно Ефремово царство, что часто употребляется. Помните? То есть, Ефремово колено, оно полностью отождествляется с израильским царством. А иудейское, это иудейское царство. Понятно, да? Поэтому здесь противопоставляется Иуда и Ефрем. Ефрем является представителем израильского царства. Понятно? Понятно, да, так далеко. И в этом Ефремовом колене находился город Силом. А Силом это место, где находился ковчег завета. Помните в свое время? Это при судьях. И они считали именно вот это колено Ефремова в израильском царстве, оно было таким, скажем, приоритетным. То есть, оно как бы элита была это Ефремово колено в царстве израильском. Поэтому всегда говорят о том, что это Ефрем значит, и Иуда. То есть, имеется иудейское, и израильское начало. вот здесь еще 15 стих, здесь уже идет так говорит Господь. Какой, простите? Сюда же, в этой революции 15 стих. А, вот замечательные слова. Так вот, на это тоже хотел бы обратить ваше внимание. Так говорит Господь, голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Так вот, кто такая Рахиль? Жена Материнская Исаак. Это собирательный образ материнский. Что, что, что? Любимая жена Иакова. Правильно, любимая жена Иакова. От любимой жены Иакова Рахили родился Вениамин и Иосиф. Иосиф. Совершенно верно. От него да. И плачет Рахиль от детях своих. О каком периоде вообще идет речь? Это вы так считаете? Но здесь идет речь совершенно о других. Вот понимаете, мы говорили о книгах пророчеств. Очень интересная деталь. когда пророк извекает свое пророчество, оно как многослойный пирог. Оно может говорить и об этом времени, в котором он живет, и о времени в пространстве Ветхого Завета, о каком-то другом времени, и также и о времени Нового Завета. Мы же помним о том, что в Евангелии вспоминается это пророчество, когда были убийцы младенцы инфлиемские, помните? Те же самые слова. Так вот, понимаете, вот когда используются эти слова, то они просто используются в данном случае как слова. А разве Рахиль не будет плакать об этих невинно убиенных? Она переворачивается в гробу, выражаясь образно, правда ведь? И плачет о том, что были невинно убиты эти младенцы деспотом Иродом. Но она не меньше плачет и сейчас о своих детях, именно когда идет речь о том, когда они будут уведены в плен вавилонский. Она плачет и в том и в другом случае, но пророчество, понимаете, это используется и к тому времени ветхозаветному и к новозаветному. И вот часто я уже приводил определенные слова, связанные с пророчеством пророка Исаии, когда приготовьте путь к Господу, вот, и так далее. Так вот, понимаете, и о вавилонинах шла речь, и, так сказать, будет речь идти о тех людей, которые будут уже жить в начале пространства Нового Завета. Да, понимаете, это говорит о том, что Слово Божие не проходит. Если небо и земля пройдет, но не пройдет ни едино и от и чертас моего, значит, писания, Слово Его, оно всегда актуально, оно сбывается постепенно, оно прорастает и осуществляется на протяжении всей человеческой истории, потому что Слово Божие невозможно охватить просто рамками истории и сказать, вот оно тогда сбылось, и оно уже не актуально в другое время. Вы понимаете? Это очень важная деталь, особенно, когда мы начнем изучать богослужение, мы поймем, что все те персонажи, с которыми мы познакомились со страниц Ветхого Завета и Нового Завета, они будут оживать просто за богослужение. Все то, что они говорили в то время, оно будет актуально и во время богослужения, когда оно совершается на протяжении уже двух тысяч лет. Слово Божие, оно не из нему, помните, есть такие слова, не из не может у Бога всяк глагол. То есть, всякое слово, оно имеет неиссякаемую силу влиять на человека на протяжении всей истории. Вот сейчас, читая Священное Писание, мы читаем точно так же, как читали его, скажем, после во время иудейской реставрации иудейского государства, когда Неемия и Эздра вернулись в Илонского плена, они тогда читали, на них это производило слово впечатление, а на нас оно не производит? Производит. То есть, вот живо и действен глагол Божий на жизнь человек. Батюшка, 33 глава, 15 стих. В те дни и в то время возвращу Давида отрасль праведную и будет производить суд и правду. Здесь идет речь о Христе. Имеется в виду, когда вот здесь Давид, это не Давид. Здесь рядом стоит слово отрасли с большой буквы. А что такое отрасль? Отрасль это пасынок. Но, понимаете, здесь необычный так сказать Давид. И имеется в виду, это не какая-то будет там реанкарнация. Не царь, очередной. Нет, нет. Здесь именно идет речь о Христе. О Христе отрасль праведной и будет произвенить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, Иерусалим будет жить безопасными путями. Господь оправдание наше. То есть, это Господь Иисус Христос. Именно здесь таковы толкования этого места. Божий, в 17 главе 5 стих. 5 стих, да. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, которую сердце удаляет от Бога. Вы знаете, сегодня, мне кажется, проповедь об этом говорил. Да, о том, что, понимаете, человек опирается на какие-то очевидные вещи. Он не может рискнуть. Верить, это значит рисковать постоянно. Понимаете, да, отпустите. А нельзя, допустим, здесь вот такое впечатление, что как бы идет о псалме первом, потому что и будет он в пустыне, и не видится, когда придется добрая и потеряется. Благословен человек, который, 7 стих, который надеется на Господа, и которого упование Господа. Которого упование Господа. Ибо он любит как дерево. Не, ну, а дерево что? Понимаете, что характерно для дерева? Для дерева характерно, прежде всего, рост. Вот если оно растет, понимаете, оно радует нас. И вот человек, который уповает на Бога, всегда растет. Он превращается из просто какого-то горчичного зерна в прекрасное дерево, где могут укрыться люди от зноя и могут птицы, понимаете. Так что вот... Батюшка, вот 48 глава, 10 стих. 48? 10. Так, 10 стих. Проклят, кто дело Господнее делает небрежно и проклят, кто удерживает меч от крови. Кровавая такая. Да. Но здесь, понимаете, здесь вообще очень удивительно. Конечно, опять-таки, эти слова, именно вот эти слова, часто используются, когда идет речь о тех людях, которые совершают богослужения, скажем, неродиво. Вот проклят всякий человек, а то неврежно там... Да. Одно... Да, но... Понимаете? Но здесь именно этот стих. Вот о чем говорит. Буквально прочитаю вам так. В оригинале. проклят, кто дело Господнее проклят, кто щадит Маава. Щадит Маава. Маав это племя Маава, как Эдомлене, Мавитиане и так далее. То есть, понимаете, кто щадит Маава, делает небрежно, кто удерживает меч от крови. То есть, Господь велит наказывать мечом убивать Маавитяна. И если кто-то, значит, не делает этого, то этот человек проклят. А к нам это относится? Что-что? К нам. Ну, если вы можете найти Маавитянина где-то живого, понимаете? Ну, нет, дело в том, что такого племени уже на сегодняшний день нет. Просто нет. Так что, можете быть спокойны. Никто вас не обязывает доставать свой меч с ножен и вперед. Нет. Да, то есть, это было тогда, именно потому, что здесь 48 глава, она полностью посвящена наказанию Маава вот за его безбожное, так сказать, деяние. А то, что сейчас евреи не доказывают. Понимаете, дорога ложка к обеду. Понимаете, сейчас евреи уже ушли с исторической сцены в том смысле, как богоизбранный народ. Из-за рассеяния они уже отстрельная гильза в этом отношении. Поэтому... Из-за рассеяния свои ваши, они по всему миру рассеяние. Вы помните, когда пришли евреи к князю Владимиру и убеждали, чтобы он принял иудейское обрезание? Да. Он сказал, а где ваша родина? Мне сказали, родина в нашей Иерусалиме, но нас Бог за грех наших рассеял. Тогда князь Владимир говорит, вы хотите, чтобы и нас рассеял? Понимаете? Так что тут вот все очень четко, понимаете? им дана была возможность в свое время донести Слово Божие, глагол Божий к народам. Но они не воспользовались этой возможностью. И в результате они рассеяны, как богоборцы, более того. Вот такие непростые дела. донести и задать. Можно? Вот на днях отмечали ледность в восточной и западной Украине и день рождения Соборности, и день рождения Филарета, которому 80 лет. Это что, в один день совпало? Да. Надо же, как символично. Знаете, очень здорово вообще, понимаете? То есть, вот какой символ, такая и едность, понимаете? Он назван митрополитом Сорокии и всея Руси. Всея Руси Украины. Вот, там через Дефис, помните, да? Вы понимаете, вот Соборность и день рождения Филарета. Понимаете, Филарет сделал все для того, чтобы общество расколоть наше украинское. И понимаете, когда начинают провозглашать какие-то лозунги едность Запада и Востока, то ты понимаешь, что это всегда останется только лозунгом. И в реальную жизнь это никогда не воплотится. Потому что объединить можно на каком-то общем основании. Но как можно объединить, понимаете, вокруг такой фигуры, как Филарет, к примеру? Или, понимаете, сторонников его принципов. Но может Украина объединиться вокруг президента правящего на сегодняшний день? Не может она, понимаете? Он в упор не хочет замечать русскоговорящих людей, к примеру, да? Он считает, что, понимаете, их вообще не существует. Дриня сказать, не должно существовать. Не должно. Что-что? Как Саакашвили считал, что Саакашвили не должно быть, понимаете? И если бы ему удалась операция «Чистое поле» в Осетии, то кто знает, понимаете, какую его операцию продумал, понимаете, его клуб здесь на Украине по отношению к Востоку. «Чистое поле, что у нас интересное время?» «Очень интересное. А я бы сказал просто трагическое. Он так знает. Не, ну дай Бог, конечно, что он задумывается. И, конечно, не хочется здесь, понимаете, обсуждать его мысли, но, понимаете, в данном случае президент, он прежде всего должен служить своему народу, который избрал его. Вот сегодня мы празднуем память святителя Савы Сербского. Вообще, он идеальную концепцию, вернее сказать, модель государственного устройства предложил. Сава Сербский единственный, вообще, который назвал эту модель «феодулия», «феозлог» с греческого языка «дулос раба». В чем же заключалась суть этой модели? В том, что предстоятель церкви и предстоятель государства, король, край, в частности, в Сербии, они избираются народом не для того, чтобы подчеркивать постоянно происхождение своей власти как священной власти, в чем собственно прославились цари и языческие цари. Помните, они постоянно говорили, что мы полубоги, или там титаны, или мы там дети от какого-то божественного брака, постоянно подчеркивали, что вот они имеют божественное происхождение. И соответственно, власть, которую они управляют, она тоже имеет божественное происхождение. Поэтому все должны повиноваться им как Богу. А вот Савва Сепский говорит другое, что предстоятель церкви и предстоятель государства, они избираются для того, чтобы служить Богу как рабы, феодулус. И он сравнивает их с двумя волами, которые идут в одной упряжке. И помните еще, где используется этот термин упряжка в браке супруги сопрягаться и идти в одну упряжку. То есть два вала тянет одну лямку. И вот представители церкви, представители государства должны осознавать, что они тянут одну лямку. У них одна цель. Каждый должен на своем месте служить Богу. Почему? Потому что Христос на тайной вечере. Когда ученики спорили между собой, кто из них старше, то помните, и кто должен умывать ноги, потому что младшие должны умывать ноги старше, ну, по традиции иудейской. А он сам снял верхнюю одежду, припоясался лентием, то есть полотенцем, и стал умывать ноги своим учеником. И сказал такие слова, кто хочет быть первым, да будет всем слуга, кто хочет главенствовать, да будет всем раб. Да не будет так, говорит далее Господь, как владыки владычествуют народом. Но так, как я вам дал пример, так поступайте. Понимаете, и вот этот принцип правильного устройства государственного, вернее, от этого принципа очень и очень мягкий. Что, что? Да, да, да. И его брат, и его брат тоже был царем. Понимаете, самое удивительное, когда управляли представителем церкви был один брат, а предстоятелем государства был другой. То есть они два брата и управляли, понимаете, Сербией. Причем святые братья, можно заметить. Почему? Так же на Руси было до самого Алексея, пока Алексей Михайлович не поссорился с Никоном. Или как-то мы не разошлись. Да, 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 да. Да, да. Так вот, очень, конечно, хотелось бы надеяться, что это не только будут мечты на темы религиозные у нашего президента, но действительно может быть, чтобы было какое-то покаяние. Знаете, я когда смотрю иногда на президента и думаю, насколько он искренний человек. Знаете, я почему-то верю в него искренне совершенно. Понимаете, он не похож на человека, который неискренен. Вот если так честно посмотреть. Но он настолько заблуждается, понимаете, в своих целях, в предметах своих интересов, ну, мне кажется, он очень искренний человек. Вот я действительно, вот я не нахожу, чтобы он заблуждается. Но заблуждается настолько серьезно, что с его заблуждений просто гибнет великая страна Украины. Это действительно великая страна. Территориально Украина это самая большая страна на территории Европы. Самая большая. Германия, по-моему, на втором месте у нас. Борячка, они похожи на полка. Борячка, но ведь у нее уже нет собственного корня, собственного мнения. Значит, у него нет жизни. И просто он, понимаете, воспитывался тогда, когда, понимаете, были живы ленинские принципы, что кухарка может управлять государством тоже. жизнь. Я понимаю. И Путин из той жизни и... Все правильно, но, понимаете, вот нет критического, понимаете, отношения к себе. Вот хорошо, я буду управлять, а каким управлялым я буду управлять? Ну, нет у него, собственно, нет. Ну, нет, понимаете. Ну, он, вот действительно, он искренний, понимаете, вот эта идеология, понимаете, он как ребенок, понимаете, в том смысле, что когда смотришь, тут страна, понимаете, на грани всевозможных кризисов, катастроф и так далее, на грани голода, реального голода, скажем так. Он как раз катается. Вот. А он, понимаете, он вместо того, чтобы решать какие-то серьезные проблемы, он почитает поехать куда-то на какой-то курган, открыть какой-то памятник, понимаете, тем, кто когда-то умер, понимаете. Он в молодом уровне кешился, сколько поднимал всю эту... То есть, понимаете, человек, вот, мне кажется, верить в это, делать это только искренний человек. Просто он настолько заблуждается. И мне кажется, с этого коматоза ошибочного, понимаете, он просто не выйдет никогда. Коматозного состояния никогда не выйдет. Он не выйдет. Он не выйдет. Он не выйдет. Он не выйдет, что как в вас. Он, скорее всего, еще не будет. Что-что? Как в вас. Не может поменять? Ну, не может. Ну, а что ж. Рожден и ползает. Так, еще какие вопросики? Все, батюшка, спасибо. Отлично. И чувствуется, что, конечно, вы читали книгу Иеремии. Вы можете... Времени, естественно. Времени, да, достаточно было. Потом есть книга Варуха, Плача Иеремии и Послание Иеремии. Это вы прочли Плача Иеремии. Прекрасно. Дело в том, что здесь, особенно нового, вы ничего... это все как бы из той же как бы вот истории, что было именно написано в книге Иеремии. Поэтому мы проходить специальных не будем. Единственное, что... Вот можно, к примеру, в книге Варух, третья глава, третий стих, где говорится, «Ты вечно пребывающий, а мы вечно погибающие, Господи, Вседержителю Божию Израиль, услышь молитву умерших Израиля и сыновьев, согрешивших перед тобой». Это молитва. Понимаете, вот часто протестанты говорят о том, что умершие не могут молиться. Понимаете? Они говорят, они отрицают вообще всякую, значит, реальность молитвы умерших. Умершие-то разные бывают, и праведники бывают, правда ли, и грешники. Но здесь идет речь о том, что услышь молитву умерших, бывших Израилей. Это вообще, как бы, очень редкие слова для Ветхого Завета, потому что никто ничего не знает, что, то есть, в смысле, Ветхозаветный человек, он не знает, что после смерти для человека, который, значит, умер. Они не знают о мы. То есть, учение... Нет, правильно, но есть некие такие интуиции у пророков, понимаете, которые частично, которым Господь частично открывал, правда. Что же, в Новом Завете только становится известно вот о посмертной участи людей. Так вот, продолжаем пророка и языки Иля. и я думаю, что мы должны будем в следующее воскресенье встретиться и... Сколько там много? Да, здесь достаточно. 48 глав. Большие? Ну, Да, это достаточно объемные. Все, Батюшка, все. Очень благодарен за Ваше внимание. Ваше внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулыка А.Кулык Корректор А.Кулыку